Рыбаки разделились на два лагеря. После того, как из буферного водохранилища, что недалеко от села Сенгелеевского, спустили воду, там и в соседних водоемах под угрозой гибели оказались тонны рыбы. И пока одни рыбаки спасали мальков, другие пополняли запасы. Островки остались очень маленькие с мальком. Порядочные местные, которые не ставят сети, хватаются за голову, что творится. Они спасают рыбу, а другие радуются и вылавливают рыбу чуть ли не руками. А что потом? Эти фотографии нужно отправить в рыбнадзор. Как проверять метраж машины до воды и выписывать предписания тут, как тут, где они сейчас? Вместо того, чтобы заранее предупредить, попросить людей помочь в спасении рыбы, организовать ее переезд, лучше спустить втихаря, чтобы все выловили и передохло, что не поймали. В Краевом министерстве природы сообщили, что водоем находится в ведении энергетика, владеющих соседней ГЭС. И спуск воды был произведен из-за необходимости технических работ. Ремонт водосброса плановый, нужен для безопасной работы всех гидротехнических систем. Специалисты каскада Кубанских ГЭС также рассказали нам, все действия согласованы с рыбнадзором. Экологический ущерб возместят, водоемы зарыбят.